Уже более 20 лет Джун Джин Юй сопровождает многих оленей Давида с самого их рождения. День за днём он наблюдает, как они растут и становятся взрослыми. После работы Джун Джин Юю нужно уделить им чуть больше времени. Впереди расставание, но олени ещё не знают, что вот-вот покинут Пекин и начнут особую миграцию. На протяжении тысяч лет эти олени жили в бассейне реки Янзы. До тех пор, пока сто лет назад императорский сад Наньхайдзи в Пекине стал последним местом обитания этих животных в Китае. Позже, из-за наводнений и военных набегов, все олени Давида, которых можно было встретить в Китае, окончательно исчезли из Наньхайдзи. Однако у них оставались сородичи, живущие за границей. В 1985 году 22 оленя Давида вернулись в Наньхайдзи из парка Уоберн в Англии. Джун Джин Юю и его коллеги более 20 лет помогали последним 22 оленям Давида в Китае постепенно восстанавливать свою популяцию. Но этого далеко недостаточно. Сегодня 30 оленей Давида вернутся на территорию своих предков в заболоченные земли бассейна реки Янзы. Но для этих ребят, родившихся в Пекине, это просто чужое и далекое место. Гарантировать безопасное путешествие оленей за тысячи километров – это непростая задача. Наркоз, транспортировка, пробуждение – любая проблема, возникшая на какой-либо из этих стадий, может быть очень опасной для животных. Джун Джин Юю и его коллегам нельзя терять ни секунды, и нужно действовать крайне осторожно. Два дня спустя 28 оленей Давида начали новую жизнь на озере Поянху. Двое оленей умерли в пути. Но у Джун Джин Юя нет времени грустить. У одной самки трудные роды. Если они затянутся, это может представлять опасность для жизни матери и ребенка. Джун Джин Юй не может оставаться безучастным. Мать в безопасности, а вот детеныша спасти не удалось. Всегда кто-то умирает, а кто-то появляется на свет. Еще одна самка отбилась от стада и пришла в спокойный уголок, что является предвестником родов. Она не находила себе места. Много раз тужилась, но потом обессиленная упала на землю. Наконец, у нее родился олененок. Ему нужно поскорее научиться вставать на ножки, научиться добывать пищу и выживать. Траектория жизни городских животных всегда такова. Она меняется безмолвно и незаметно для нас.